Я рада вас приветствовать, друзья, на моем кулинарном канале «Котворю и идти в дом». С вами я, Елена Шмелевна. Хочу поздравить вас с новым 2019 годом, годом семьи. Хочу пожелать вам любви, здоровья, счастья и радости. В моих новогодних видео вы увидите новые, хорошие, вкусные, полезные, здоровые, красивые блюда, которые готовы на праздники для своих родных и близких. Будьте со мной на одной волне, в море радости вам и позитива. С Новым годом, братцы! Годом свиньи! Годом свиньи! В качестве праздничного новогоднего блюда хочу предложить вам очень вкусную солянку. Как правило, очень много продуктов остается с новогоднего стола, а после новогоднего застолья очень хочется горяченького суп или уху или, конечно же, солянку. Солянка – это самое то, что нужно после праздника. Начнем с приготовления блюда. Нам нужно сварить бульон. Для бульона нам нужно говядину, я беру краешек, и куриную грудку, одну морковь и одну луковицу. Заливаем мясо холодной водой, кладем туда морковь и лук и ставим на огонь. Как только вода закипает, снимаем пену и убавляем огонь. Бульон должен получиться очень прозрачный. Варить мясо нужно на медленном огне. Спустя минут 40 нужно добавить туда курицу. Варим мы это все где-то часа полтора. Вынимаем мясо в курицу. Морковь и лук нам больше не нужны, можно их выбросить. Бульон нужно процедить через марлю. Вот такой прозрачный должен получиться бульон. Для солянки нам нужно говядину, курицу, копченую колбасу, одну палку, наверное, у меня колечком одно колечко, сосиски 8 штук, маринованные шампиньоны штук 10, маринованные огурцы 3 штуки, одна луковица, один лимон и оливки, и 3 столовых ложки томатной пасты. Мелко нарезаем морковь, огурцы и репчатый лук. Кладем все это обжаривать на растительном масле. Нарезаем говядину соломкой. Добавляем томатную пасту в обжаренные овощи. Накрываем крышкой и тушим это на медленном огне. Соломкой нарезаем курицу. Грибы режем на 4 части. Нарежем соломкой копченую колбасу. Сосиски нам тоже надо нарежать соломкой. У меня была еще грузинка, я ее тоже положу в суп. В этот суп можно класть любую колбасу, которая у вас осталась на столе или которая лежит в холодильнике. Вот что у нас получилось в нашей нарезке. Такое количество необходимое для 5-литровой кастрюли. В кипящий бульон мы закладываем в тушеные овощи. Затем отправляем туда говядину. Далее курицу. Потом колбасу, сосиски, грудинку. Потом насыпаем несколько горошин черного перца, 3 лаврового листа. Солим по вкусу. Много не солите. Там соленая колбаса, огурцы. И потом еще будут оливки. Все это уже дает соль. Нарезаем мелко зеленый лук. Затем кружочками оливки и лимон. Удаляем лавровый лист. Наливаем в тарелку наш суп. Кладем туда лимон, оливки, зеленый лук. К желанию можно положить ложку сметаны. Приятного вам аппетита! Если вам понравилось блюдо, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много вкусного, полезного и красивого. Всем пока! До следующих видео!